Альфа-женщина 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 Вот эти пять качеств, они и вошли в систему. Пять основных, там, конечно, есть и другие грани. Мы называем их качества, мы называем их грани. Это уже вопрос такой, вопрос терминов. Вот так родилась система, если говорить. Спасибо большое, Филипп. Но все-таки еще раз задам этот вопрос. Подсчетче, может быть, кто такая альфа-женщина и чем она отличается от обычной. Те пять качеств, о которых вы говорите, это главное ее отличие? Да, да. То есть альфа-женщина отличается тем, что у нее, в нашей концепции женщина-бриллиант, от которой есть грани, которые отшлифованы, и поэтому она сияет, этим отличается от… Ну, обычная женщина, слово такое немножечко… Ну, не очень такое приятное, да, обычное-обычное. То есть каждая женщина в чем-то уникальна. Вопрос, насколько раскрыты эти грани, насколько они сверкают, насколько они ярко-ярко сверкают, и сколько они притягивают к себе. Вот в этом вопрос. То есть бриллиант, который вынесен на обложку книги, вот такой, да, граненый, это не зря? Это не просто так, конечно. У нас все имеет свой смысл, конечно. Спасибо большое. Каждая женщина хочет стать счастливой, в том числе обрести гармонию в отношениях с партнером. Что ей в этом мешает, на Ваш взгляд? Сейчас много разных есть компонентов, которые могут мешать, но они все являются производными от таких двух основных составляющих. Первое, что мешает женщине быть счастливой. И, опять же, почему распадается тоже 70% браков сейчас. Первое, то, что женщины ошибаются в выборе мужчины, и когда женщина ошибается в выборе мужчины, то она связывает свою жизнь с тем мужчиной, допустим, оказывается ненадежным, каким-нибудь, да, неподходящим, и приходится тянуть все на себе, то есть приходится превращаться в мужика, быть, в общем-то, мужчиной. Но это вы все знаете. И вторая проблема. Даже если притянулся, появился классный, достойный мужчина, то нужно отношениями управлять, потому что если женщина не управляет отношениями, то они всегда складываются так, как выгодно, удобно мужчине. И как думает, опять же, большинство женщин, что если, ну, мужчина, вот он такой весь сильный, инициативный, пусть решает. Он же, ну, типа, ты мужик, ты решай. Он говорит, ну, хорошо, ну, строй, выстраивай. Он строит и выстраивает, но так, как удобно и выгодно ему. И потом она в этих отношениях страдает. А что выгодно, опять же, мужчине? Получать секс, избегать ответственности, оставаться свободным. Поэтому отношения складываются там какие-то на расстоянии, 50 на 50, вечно затянувшийся женский брак, ну, и так далее. И вот эти два навыка, основные два навыка, там еще есть дополнительные, это разбираться в мужчинах, управлять отношениями. Вот если женщина этими навыками, тремя конкретными, четкими обладает, тогда у нее высокая вероятность того, что у нее будет все хорошо. Спасибо большое. Если есть вопросы, пожалуйста, еще раз аудиторию призываю поднимать руку или подходить к микрофону, или я подойду с удовольствием к вам. Филипп, а вы затронули, вижу ваш вопрос, сейчас подойду к вам. Один момент. В первой части вашего ответа вы сказали, что женщина, возможно, выбирает не того мужчину. Это первая ошибка. А к вопросу, чуть-чуть тогда возвращаясь, который волнует очень многих женщин, где найти того самого мужчину. И вообще сталкивались ли вы, как психолог, консультирующий, с тем, что женщины часто приходят с проблемой не найти мужчину, то есть невозможность найти, и где найти мужчину, где познакомиться. Ну это одна из самых актуальных проблем, такая классика жанра. Большинство женщин свободных приходят с этой проблемой, как встретить этого мужчину. И просто с чем мы сталкиваемся на практике, то есть вопрос не в том, что его нет или где его найти. Например, женщины из регионов говорят, что вот у нас там маленькие города, мужчин нет. Женщины в Москве говорят, вот в Москве, если бы я была, там было бы по-другому. Женщины в Москве говорят тоже, что Москва такой город одиноких людей, сложно познакомиться. То есть где бы ни была женщина, находятся какие-то причины, почему это не получается. Но что мешает среди мужчинам мечты? Тут опять же есть такие два основных компонента. Основные – это уже производные, это техническая составляющая. То есть просто женщина не предприняла какое-то необходимое количество попыток для этого. То есть большинство девушек, женщин ожидают, что будет много-то само собой произойдет. То есть как-то вот само собой. Ну а само собой притягивается только, сами знаем, что. Не то, что… И нужно что-то делать. И опять же, чем выше запросы у женщины по поводу мужчины, то нужно и больше усилий прикладывать для того, чтобы, соответственно, такого мужчину притянуть. И еще есть момент в том, что большинство женщин находятся в таком… в ситуации такой неосознанной, что их выбирают, а не они выбирают. То есть большинство женщин подойдут, пока подойдут сами познакомиться и попадают в сценарий, когда просто мужчина их выбирает. А мужчина, может быть, просто хочет провести время, развлечься и ничего серьезного не планирует. Поэтому здесь женщине нужно брать… Ну это в свои руки, этим, в общем-то, управлять. Вот. И второй момент – это технический момент, скажем так, он связан там с… Ну мы называем его технический, потому что там какие-то количество знакомств, какие-то комплименты, да вот это все, что связано с… Опять же, сюда входит, как оформлена анкета на сайте знакомств, если мы говорим про интернет-знакомство. Есть психологический компонент, это как вообще женщина понимает ли на чего хочет. Большинство женщин, когда общаешься, то процентов 75 не знают вообще, чего они хотят от мужчины. Это тоже… Хотя кажется, ну как это… Ну, чтобы достойный, чтобы успешный, чтобы… А сколько это он должен зарабатывать, если он успешный? А чем он должен заниматься? И нет этих… То есть я просто хочу красную машину. А какую машину? Там… Жигули, Москвич, Феррари, Ламборджини, что это? И нужно понимать четко, чего хочется, и чего не хочется. Спасибо большое. У нас есть первые вопросы с залом. Пожалуйста. Я хотела спросить, что ответил по поводу экзамена, который вы хотите ввести в Российской Федерации. Что вам ответил Мишустин, и вообще как этот… Вы предлагаете вообще, как этот экзамен проводить? Это серьезно? Ну, Мишустин еще не ответил, потому что там, по-моему, 30 дней у них какое-то есть. Это на это дается. Я вот с Министерством образования, там они 30 дней, у них есть на ответ. Поэтому еще не прошло 30 дней, кажется, но не прошло еще. И тут вопрос, конечно, вопрос не только в его ответе, а здесь важно запустить какую-то инициативу. Допустим, у меня нет каких-то наивных иллюзий, что вот прям завтра это все одабривают, и это все начинает соводиться. Моя задача такое запустить, открыть такое правильное, хорошее окно Вертона и начать какую-то инициативу в этом плане. Если это не получится сейчас, мы попробуем еще по-другому, по-другому, по-другому. То есть моя задача, как я вижу вообще, вот, кстати, не знаю, может, вы слышали, не слышали, на радиомаяк приглашали по этому поводу. И просто как я это все вижу, я не то чтобы я, я не просто вот как психолог и психолог, я эту позицию вижу с позиции такой госбезопасности, что, смотрите, вот слабая, слабая, ну, семья — это ячейка общества, да, у нас сейчас 70% браков распадается в первые 2-3 года. То есть слабая ячейка общества, семья — это ячейка общества, и слабая семья — это слабая ячейка общества, значит, это слабая страна. То есть слабая разваливающаяся семь не равно слабая разваливающаяся страна. То есть у нас могут быть самые, там, лучшие ракеты, самолеты, гиперзвуковое оружие, то, что у нас есть, мы очень сильны на внешнем контуре, но в внутреннем контуре у нас так вот все-то слабо. И я в этом смысле, ну, и большая идея в том, чтобы… Я люблю свою страну, и мне хочется делать ее сильной. То есть когда любишь свою страну, тебе хочется быть полезным своей стране. И поэтому всеми своими действиями я это буду пытаться делать. Вот сейчас так зайдем, получится хорошо, нет, ну ничего страшного, есть еще масса попыток. Поэтому я в этом не вижу, у меня нет таких ожиданий, что вот сейчас мы подали и ждем, сейчас ведут, не ведут. Мы к этому спокойно относимся. А, кстати, вот на радио «Маяк» что интересное, что меня вообще там не видел никто, просто услышали. Ну, это был эфир, пригласили, там это был звук только. И удивительно, что 67% слушателей поддержали, это две трети, это почти, ну, большинство. Я был даже удивлен, потому что достаточно, ну, ладно там наши подписчики, да, участницы поддерживают, но чужие люди, которые они видят первый раз, это поддержали. Так что… Спасибо большое, Филипп. И у нас есть следующий вопрос, пожалуйста. Добрый вечер. Добрый. Мы все-таки услышим или прочитать придется, как стать женщиной, ради которой. Вот я хочу конкретно, то, что у нас семья там распадает, это все понятно, это мы как бы в курсе. Вот как стать женщиной. А вы книгу не читали? Нет, не читала. А почему? Ну, так получилось, вот не попалось. Так получилось, это как это, чай, так получилось. Ну, вот я прочитала, я посмотрела, что вы красивый мужчина, значит, наверное, у вас достаточный опыт. Вот, прочитала. Вот пришла. Вот у вас подход сразу же, давайте, я же практика, вот у вас подход такой, уже такой с эмоцией. Ну, так мы узнаем или нет? Так нет, ну мы говорим, говорим, как стать… Это у вас только со мной, так или у вас так со всеми мужчиной? Нет, я пришла узнать, как стать женщиной, ради которой. И еще, что в женщине нужно конкретно убрать, чтобы повысить качество аудитории мужской, которая пытается к тебе в поле, в твое попасть. А почему вы думаете с позиции убрать, может быть, добавить? Не в браке, я бы давала. Мне говорят, почему с позиции убрать, почему добавить? Нет, ну что есть в женщине такое, что точно надо убрать? Нет, то, что прибавить, понятно. Это я уже поняла, я задала вопрос. Нет, я уже задала вопрос. А вот что точно надо стопроцентно убрать, чтобы повысить качество аудитории, которая хочет попасть в мое приближение? Какой конкретной женщине или просто… Нет, я про себя. Нет, ну, конечно, там кто-то найдет тоже такой. Мы говорили про пять качеств вот этих конкретных, если говорить. У меня просто такая же деформация профессиональная, наверное, что кажется, что все уже знают, потому что мы об этом везде говоришь, говоришь, говоришь везде, о этих пяти качествах. Это мышление, это женственность, это самооценка, это уникальность, это навыки разбираться в мужчинах и это притяжение мужчин. Энергетика. Энергетика – это такое немножечко… У нас здесь вот эти пять качеств, потому что энергетика – это такое слово, которое все по-разному понимают. То есть женственность – это достаточно конкретное слово, то есть мышление – достаточно конкретное слово. Энергетика можно тут рассуждать. и что добавить, да, что убрать. Вот когда женщина… Ну вот эти пять качеств, которые… Их раскрывать, да. То есть это… У нас опять же есть программа одноименная «Альфа-женщина-про», где мы в течение трех месяцев это все раскрывается. Мышление шаг за шагом, ступень за ступенью – это все раскрывается. Это был первый вопрос, да. Не услышал. Как стать женщиной? Вот эти пять пунктов нужно применить в свою практику. А второй был вопрос, что убрать возможно обязательно. Вот еще пункты от вас просят, что убрать может быть. Вот точно вы знаете, что вот на это мужчины нет. Что убрать? Как мне среагировать? Что убрать? Смотрите, какой мужчина вам нужен? Какой мужчина вам нужен? Понимаете, это очень конкретный запрос одной женщине. Вот это общие вопросы, а не допустим, одной женщины… Ну это не общие вопросы. Я хочу, конечно… Что вам нужно убрать, чтобы какому мужчину понравиться? Интеллектуального. Чтобы какому мужчину понравиться, ну, хотите? Интеллектуального, доброго, работящего, уважающего, который обладает очень серьезным набором качеств. И я хочу не лишь бы кто вокруг меня, ну, попытался попасть в мое поле зрения, а именно такой, который, ну, вот, то, что я перечислила, это всем понятно, что всем женщинам это понятно, я думаю. Так вот какое есть качество, которое, ну, вот, просто совсем вот… Сколько он… А с каким он должен, например, зарабатывать? Что он должен? А с каким он должен зарабатывать, например? А с каким он должен? Ну, допустим, можно быть очень добрым и умным, но, допустим, не очень… Ну, вот в этом вопрос. Он будет добрым и умным, но не сможет, но вам придется зарабатывать со мной. Нет, я не буду за него зарабатывать, понятно. Еще не хватало, только у меня это в мой чиновник. Ну, смотрите, смотрите, мы сейчас можем очень много времени просто потратить. Вам просто книжечку почитать и задать вопросы уже… Ну, я прочитать я могла купить, поэтому я пришла на презентацию. Нужно просто, да, немножечко подготовиться к этому. У вас просто подход такой немножечко… Ну, давайте я переформулирую вопрос, Филипп. Есть ли в книге ответ на этот вопрос, вот так? То есть, если человек прочитает вашу книгу… Ну, конечно, есть. Здесь описаны, здесь описаны 10 типов женщин, 10 типов мужчин. Какие сценарии… Например, очевидно, что вам сейчас в этой ситуации нормальный мужчина не притянется, потому что у вас уже к мужскому полу претензия. Вы пришли на презентацию, и я ничего такого плохого не сделал. У вас такой посыл… Мне все должны. Нет, 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 нет. А почему же тогда у вас не получается привлечь? Ну, так если у вас все хорошо, тогда в чем проблема? Ну, я вот вам сейчас показал, я вам показал, да. Ну, хорошо, ну, вот хорошо, что вы клюнули, почитайте. У нас есть еще вопрос из зала, пожалуйста. Добрый вечер, Филипп. Добрый вечер всем. Вы знаете, вот у меня другой вопрос совершенно. В том плане, если проблема, ну, не знаю, где женщины взять, мужчин, да? У меня какой-то вообще, на самом деле, меня муж бросил, да, в свое время. Ну, как, ну, трагедия, 20 лет прожили, нашел другое, но это как бы, это логично, это норма для нашего возраста, ну, времени, да? Вот, ну, и как бы у меня проблем вообще нет. Естественно, вокруг, вот, как-то были мужчины, но я их принимаю, и все, все, все как мамочка там-то. Потом я понимаю, на каком-то этапе, что без, ну, это же тогда не было ваших книг, вас не было, да? И понимаю, что это не мой, и я их, ну, естественно, сбрасывала в свои плечи. И по кругу вот это движение было. Потом попало вот просто чудом в Россию, да? Вообще не настраивалась была сюда, приехавшись сюда в Москву, выходить замуж и все прочее. Но я работала всегда над собой, над своим мышлением, сознанием, тренингами и все прочее. То есть все равно у каждой женщины мечта одна, ну, достойно встретить мужчину, достойно и себе, да? Вот, и чудом, просто чудом меня знакомят с мужчиной, да? Он в это, он меня не разглядел. И, ну, я дальше живу, я не парюсь насчет этого, на самом деле. Вот, работаю и живу в своем режиме. Ну, опять же, изучаю и все прочее. И потом этот мужчина созревает, и как бы у нас все получилось, я вышла замуж, и все хорошо. Только потом, притом я у него третья жена, да? Все хорошо, он только потом понимает о том, что... Я извиняюсь долго. Ну, интересная история на самом деле. И получается, к сожалению, он умирает, понимаете? У нас было идеально, и он понимает о том, что жалко, что мы так поздно с тобой встретились, о том, что я понял, что среди всех трех жен ты самый надежный друг, там, и жена, и все прочее, да? И он умирает. Для меня это просто потрясение, и на самом деле это утрата, потому что действительно хороший брак, и осознанно, и все прочее. И в результате еще как бы времени-то мало прошло, но походу... Ну, у меня работа такая, что в окружении есть все равно мужчины, да? И он смотрел до меня, ну, то есть... Ну, мужчины, когда я еще была замужем, и опять появляется мужчина, но он нещедрый. Он всем подходит мне, да? Но он нещедрый, не такой, как вот этот вот достойный. Я думаю, неужели я в своем сознании скатилась, ну, как вот вы говорите, есть рост, а есть вот какая-то... Думаю, неужели что-то во мне произошло, надломилось, что я притянула такого. И можно ли вот с рабочих вот таких бизнесовых, мы в бизнесе вместе там, и все, 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 подняться и показать, и он опять же тоже не видит о том, что мы с ним... Очень много у нас с ним схожести, очень много точек соприкосновения. Можно ли вот этого мужчины, который уже дальше идет после... Либо его научить, потому что обратно идет на его дочери. Ну, потому что он неправильно ответственность не взял за 16 лет. Вы представляете, 16 лет красивый. Вопрос понятен, да. Спасибо. Я же постараюсь, очень много интересных моментов было затронуто. Но, во-первых, если про позитив говорить, понятно, что мы не вечные, люди могут уходить из жизни. Но раз вы таких мужчин притягивали, значит, это может получиться снова. Часто бывает у женщин такая ситуация, что вот, ой, как вот ушел, развелись, там и так далее. Но если это было в опыте, то, значит, вы это можете повторить. То есть вы такого, значит, мужчину можете притянуть. Теперь то, что касается... У вас там было сказано, что... За что вот зацепиться, да? Что не рассмотрел. Вот мы часто говорим, не рассмотрели нас. Нас не рассмотрели. Там и на работе, и с партнером, и с женщиной, с мужчиной. И это, опять же, такое прикладывание ответственности на кого-то, нас не рассмотрели. А может быть, мы себя не дотранслировали, не допоказали, не дораскрыли. А это тоже про какие-то наши навыки, качества, состояния, как мы это показываем. Это про то, что не досмотрели. Так кто понимает, о чем я? Понятно? Теперь то, что касается про... То, что касается про... Про щедрость. У вас была про щедрость, по-моему, про... Если мы говорим вообще про щедрость, про то, как мужчины вкладываются в женщину, в отношения, то это влияет самооценка на это. То есть, например, можно быть супер женственной, вот супер какой-то сексуальной. Но это все хорошо, но самооценка отвечает за то, как мужчина вкладывается в вас и в отношения. Если, допустим, самооценка здоровая, высокая, то он будет вкладываться. Если самооценка пониженная, низкая, он будет экономить. Причем даже если бывает такое, что один и тот же мужчина, но с разными женщинами, по-разному проявляется. Кто такой замечал? Ну, допустим, на любовнице, например, экономил, а на жене, допустим, все в дом. Или наоборот, например, на жене экономит, а любовница. Почему? Один и тот же мужчина. И мы даже знаем ситуацию, где, опять же, знаем ситуацию, где мужчина, где женщина высокая самооценка, а мужчина немного пока зарабатывает, но он хочет обеспечивать, хочет быть с ней, хочет. И он прям начинает расти и думать, как же. И таким образом женщина его умножает. И бывает, наоборот, когда, в принципе, деньги у него есть, а он почему-то не тратит. Это про самооценку. Это тоже один из модулей в нашей программе. То есть нужно самооценку прорабатывать. Ответили, да? Да. Спасибо. Если будут вопросы, пожалуйста, поднимайте руку. А я хотела бы вернуться немножко к предыдущему вопросу, его переформулировав. Таким образом, а как качество нашей жизни влияет на качество отношений? Вот читательница спрашивала, она хочет качество окружения повысить, да? Что для этого ей убрать? Вот есть ли прямая связь между этими двумя пунктами? Конечно, прямая связь есть. Я бы даже сказал, что немножечко по-другому, что качество отношений влияет на качество жизни. Тут такая есть инверсия. Если подумать, что портит нам радость и счастье, что портит. Если вы задумаетесь, то 80% переживаний, тревог, они связаны тем или иным образом с отношениями. Если вы вспомните, о чем переживали, например, вчера, вечером, позавчера, может быть, сегодня утром. Это будет часто связано с отношениями с коллегами, с начальниками, с партнерами, с клиентами, с мужем, с женой, с детьми и так далее, с родителями. То есть часто именно эти проблемные отношения портят качество жизни. Вроде бы все хорошо, вроде бы все есть, но поэтому здесь качество отношений влияет на качество жизни. Я бы так сказал. А про окружение, конечно же, окружение сильно влияет. И окружение нужно управлять, оно не должно складываться само собой. Я могу просто своим опытом поделиться, и кому-то это кажется цинично. Ну, я управляюсь своим окружением. Чтобы быть в динамике роста, нужно стараться, чтобы 20% людей были выше тебя на голову. Там процентов 80, допустим, были примерно твоего уровня. И тогда у тебя есть с кем-то себя сравнивать, и хочешь стремиться выше. Да, 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 сори. Если же… Слышно, да, было про это? Если же, например, люди, которые ниже нас, не то чтобы они хуже нас, но просто по важным для нас параметрам. Это, кстати, стремится только про деньги. Мы говорим и про здоровье, например. Если люди, ну, кто там запустил свое здоровье, или, не знаю, там, не читает, не развивается, или у них плохие отношения, то чем чаще мы с ними общаемся, у нас есть зеркальные нейроны, да, мы знаем, мы люди, мы какие-то обезьянки, мы то, что видим, то копируем. И мы запрашиваем, ну, это нормально, да, это нормально жить, там, ныть, жаловаться, это нормально быть, там, за собой не ухаживать и так далее. И таких людей нужно увольнять из окружения. То есть нужно делать такой, ну, мониторинг постоянный, а нет ли там кого-то, кто… Это как сорняки, как сорняки, которым нужно пропалывать. Звучит, может быть, цинично, но работает. Ну, у меня работает, у тех, кто проходит наши программы. Филипп, можно я еще раз на этом вопросе, важном очень, ваше внимание сконцентрирую? Правильно ли, что вы говорите о том, что если вокруг меня будут алкоголики, я тоже начну пить? Или если, наоборот, вокруг меня будут успешные люди, в том, в чем я хочу достигнуть успеха? Конечно. То я, соответственно, подтянусь до их уровня. Конечно, да, конечно же. И здесь мы… Вот нужно, опять же, конкретную задачу говорить. К чего мы хотим? В спорте, в бизнесе, в отношениях? Вот с чего мы хотим? И людей с такими качествами мы себя окружаем. Но чтобы они были на голову выше нас, тогда у нас есть к чему… Знаете, это еще есть проблема, когда ты самый умный в комнате. Когда ты самый крутой, ты просто останавливаешься в своем развитии. Я видел много таких примеров. Можешь все время находить, ездить на какие-то встречи, там, каких-то крутых, масштабных людей, чтобы тебе было больно, чтобы ты страдал, что у тебя там одна книга, писали «Роквота 5», например, и ты понимаешь, что, ну, и что, и что. Вот что-то у тебя получилось, но это же только один раз. И ты радуешься, там, это книги два дня всего, что там… И вот это нужно, чтобы дальше не останавливаться. Спасибо большое. Пока не вижу ваших рук, продолжу задавать вопросы. Скажите, пожалуйста, о проекте «Альфа-женщина» для тех, кто, возможно, впервые вас увидит у нас в Библиоглобусе или услышит, у нас будет выложена потом встреча. Как возникла идея создания? Вот вы говорили о том, что… Вам кажется, что все уже все знают, но для тех, кто на вас еще не подписан. А, кстати, кто вообще как-то меня знает, но не первый раз вообще видит? Вот мы как раз промониторим. Видите, у нас… Да, 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 да. А кто первый раз видит? Аудитория разделилась, да. Большинство. Вот для тех, кто впервые, да, с вами. Да, 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 я понял. Я просто думал, что у нас большинство пришло тех, кто знает. Я понял. Надо было с этого вопроса начать. Как родилась идея «Альфа-женщина»? Ну, я вначале с этого начал. Да, мы уже затронули вначале, но чуть подробнее. Мы понимаем, что есть женщины, у которых все почему-то получается легко, и есть женщины, у которых почему-то не получается легко. И что их на самом деле отличает? Мы смотрим и, допустим, берем двух женщин, они одинаково красивые, они одинаково образованные, у них одинаковое образование, плюс-минус одинаковая внешность. Но почему в одной притягиваются классные мужчины, классные отношения, в другой нет. Если глубоко разбираться, то это пять этих качеств, которые я раскрыл в практике. Когда ты пропускаешь через консультацию, через работу индивидуальную, хотя бы тысячу женщин, то ты хочешь, не хочешь, ты создашь систему, увидишь, что там общего, что… И вот эти пять качеств, этих навыков были выделены, и просто я стал их… Появилась идея, что если их раскрывать вообще у всех, у всех женщин. И тогда из женщин, которые, скажем так, обычные, как сегодня вы говорили, можно стать альфа-женщиной. И вот, в общем-то, на этом простой идеей построена… Я приведу пример как-то где-то, что есть Брюс Ли, который там сделал джет-кун-до, он собрал самые лучшие виды недоборств, что самое лучшее есть, и в какой-то свой джет-кун-до сделал. Примерно то же самое сделали мы, там самые лучшие техники, практики. Именно, не просто психология успеха, а четко сфокусировались именно на таком женском, на женском успехе. Потому что мужчина совсем другой, например, успех. Ну и вы знаете, что с психологией, она уже как медицина, нельзя быть просто психологом, не просто врач, нужно быть там или кардиохирург, или там какого-нибудь там кардиолог, или там кто-то еще там по донтисту. Нужна более узкая специализация. Да, да, да. Вот сейчас психология, ну наконец-то уже к этому пришла, и вот узкая специализация у нас именно на женском успехе. И о проекте вы можете еще нам рассказать. Кроме книги, да, которая называется «Альфа-женщина», существует ваш проект. Вот где он существует? Как можно попасть, посмотреть, почитать или к вам попасть туда? Ну у нас… Расскажите об этом. У нас много в соцсетях, мы есть, конечно же, YouTube-канал, Instagram, ВКонтакте, Facebook, везде мы есть. Если говорить про то, что не просто там попасть, посмотрите, у нас есть отдельный такой бесплатный онлайн-курс для свободных женщин, он называется, пятидневный бесплатный, он называется «Притяжение достойных мужчин». И там вот всё про притяжение, всё-всё-всё притяжение. И есть курс отдельный специальный, бесплатный, пятидневный, он для женщин в отношениях, которых их в чём-то не устраивает. И он называется «Перезагрузка отношений». Там о том, как отношения перезагрузить. Тоже можно прийти, посмотреть, уже разведка боем, скажем так, конкретно изучить. Спасибо большое, Филипп. Да, вы правы, с этого можно было нам начать, но мы и справились. Приглашаем всех на ваши страницы. в социальных сетях. И, конечно же, книги, о которой мы сегодня говорим, тираж которой очень быстро разошёлся. И у нас осталось буквально чуть больше 10 экземпляров в библиоглобусе и говорят, что это на всю Москву сегодня. Следующий вопрос, пока не вижу ваших рук. Пожалуйста, не стесняйтесь, поднимайте руку или подходите к микрофону. У меня будет такое. Может женщина чувствовать себя счастливой, находясь вне отношений? Вот по вашему опыту. Ну, вообще, по моему опыту, если есть мой опыт и есть то, как хотелось бы, чтобы было. Вообще, женщина, сейчас скажу слово неприятное, женщина вообще должна быть счастливой даже без отношений. И вообще, нужно идти в отношения, когда тебе и так хорошо. Вот только, когда тебе и так хорошо, тогда... Самое время. Тогда, тебе и так вроде бы, зачем мне? Мне и так вроде бы хорошо. Вот тогда... Тогда... То есть... Это... Возможность, что это будут хорошие отношения. Если же идти из какого-то недостатка, то часто это будут какие-то созависимые, ну, токсичные, но сейчас не будем в эту тему. Все вы знаете про эти. Поэтому, конечно же, может... Может... Может быть... Мы сейчас просто говорим про... Ведь женщины бывают... Женщины ведь неоднородны. Женщины... Каждая женщина находится на неком своем уровне потребностей. Допустим, когда у женщины какие-то потребности базовые закрыты, и она думает, вот чего мне не хватает? Вот уже вот... Работа любимая, да, там... Все вокруг меня есть, все устраивает. Ну, вот... Вот не с кем провести приятный вечер, да, не с кем... Некому открыться. И вот туда возникает потребность. То есть у нее и так все хорошо. И так все есть. Туда возникает потребность в отношениях. Но есть женщины, у которых нет ничего плохого в том, что... Опять же, одни психологи говорят, что вот все, вы без мужика там неполноценны, недостойны, вообще вот... Вся эта ведическая тема, которая построена там, что без мужика не выживешь. и кто-то говорит, что наоборот. Я склоняюсь к тому, что это... У каждой женщины, когда созревает к этой потребности, вот я хочу отношения, я хочу мужчину, тогда она готова, чтобы какие-то навыки осваивать. Если, допустим, ей это не нужно, она этого не хочет, тогда не нужно. Спасибо большое за такой развернутый ответ. И ваша позиция понятна. Уважаемые читатели, кто хотел что-то спросить? Да, пожалуйста. Филипп, вы сказали, что все есть. Нет главного, ради кого стоит жить. Не услышал. Нет главного, ради кого стоит жить. Для себя это не жизнь. Смею вас уверить. 12 августа во Франции погибла моя невеста. Та, которая оценила мою жизнь дороже своей. Знаете что? Я не буду вам верить. Я через это прошел и после этого попал в аварию, сломал позвоночник. По сути, должен быть в инвалидном кресле. Но сейчас взялся помогать. Вот таким, как вы. И делаю это, не просыпаясь. У меня все. Классный пример. Реплика не вопрос была. Спасибо вам большое. Пожалуйста, я вижу, что кто-то еще хотел спросить, но возможно не решался. Я просто хочу докомментировать. Очень классный пример. Это очень классный пример отношений, когда они такие близкие, когда на таком уровне. Опять же, в нашем проекте мы ввели понятие как умножающие отношения. Не просто отношения, чтобы просто быть вместе, ради детей, зайти ипотеку и так далее. Мы ввели понятие умножающие отношения. Это умножения, которые, вы в них становитесь лучше, чем были. То есть с каждым годом, с месяцем, то есть днем, вы лучше, чем были вчера, позавчера и так далее. И, конечно, в таких отношениях, когда один из партнеров уходит по разным причинам, то, конечно, в другом пройдет большая потеря. Скорее всего, у вас были именно такие отношения. Это редкость, над этим нужно работать. Опять же, раз вы были в таких отношениях, то есть возможность такие отношения в будущем создать, если вы захотите. Я могу даже дополнить еще. Ну, представьте себе женщину, которая выше меня на сантиметрах на 20 с лишним. Это на каблуках. И когда мы знакомились у Большого театра, у нас отношения были исключительно в постель, выйти в свет, просто провести время. Я там жил недалеко на Арбате. И в данном случае ни о каком, ни о каких близких отношениях, то есть более серьезных, не шла речь. А вот когда она приехала в этом году без предупреждения, она не знала, в Москве, не в Москве. Позвонила с Национали, и когда я ее встретил, там было все изменено. Я знаю, что у меня будет еще что-то подобное. У меня есть две невесты, надо просто посмотреть, какая из них тест пройдет. И вот в данном случае она и одна, и другая готова родить троих, четверых, пятерых, и они, и одна, и другая, прекрасно знаете, как я их люблю. И не только своих. И чужих детей, по моему определению, вообще нет. Спасибо вам большое. Согласна. У нас есть еще вопрос из зала. Пожалуйста. Я хочу тоже дополнить, что я потеряла человека, потому что я знаю, ну я слышала, но к своей дополнению истории, что когда друг друга люди любят, все идеально, но один человек развивается, а другой останавливается в своем развитии, все. Идет какой-то либо разрыв, либо вот смерть данная. Я так думаю, да, вот почему философски так ушел человек. Я просто еле вышла из этого состояния. А сейчас вот притянула в другого, да, и я хочу сказать, как вы относитесь, именно Филипп, как вы вообще женщинам советуете или нет брачное соглашение, насчет брачного соглашения, потому что на самом деле уже в таком возрасте, как я, если там в 20 лет это одно, когда ты ничего не имеешь, а когда ты уже за 50 и ты что-то уже нажил, и свои дети есть, и там, и там, то как вы к этому относитесь вообще? Что советуете? Я к этому отношусь нормально, с таким европейским опытом пользоваться, то если, наверное, постреть с позиции такой эволюции, то когда мы жили в джунглях, не было никаких законов, да, и когда они появляются и как-то защищают партнеров, это хорошо, это правильно, когда появляются законы и брачные соглашения, просто в России это так вот пока, ну, не всем это заходит, но я, допустим, это поддерживаю, особенно, когда есть что кому терять, особенно, когда это уже какой-то уже такой взрослый брак и так далее, я это поддерживаю, когда мужчина понимает, что он теряет, если что, женщина понимает, что он теряет, это более осознанный, более осознанный вход в отношения, но опять же, не все у нас в стране, не все к этому готовы, и мужчины, и женщины, но я это поддерживаю. Да, всем большое, и у нас осталось время буквально для пары вопросов, поэтому если кто-то не решался, то самое время что-то спросить у нашего гостя. Все, Филипп, а пока я задам вам вопрос, вопрос будет таким, можно ли определить истинные намерения мужчины и степень его заинтересованности в отношениях на этапе знакомства? Это, возвращаясь назад, да, вы говорили о том, что надо работать над тем, чтобы познакомиться, вот женщина работает, ходит на свидания, но и время хочется сэкономить, наверное, да, и вот можно ли это сделать? Слово работать так звучит, как будто бы, ну, работать... Ну, давайте в кавычки возьмем это слово. Да, но это же, это же, ей же нужно, да, для... Конечно, ну... Это же интересно, да. По поводу того, что можно ли распознать, все зависит от навыков женщин. Допустим, скажем так, наивная женщина, она и за год, и за три не поймет, что это было. И, то есть, некоторые уже проживают там лет пять, уже дети, они только понимают, что, оказывается, я чуть-чуть ошиблась. Это вопрос навыков. Если у женщин есть навыки распознавать мужчин, она разбирается в их типах, в намерениях и так далее, то тогда это за два-три свидания можно. Ну, в принципе, даже за несколько диалогов, если мы говорим про какую-то такую базовую, там, квалификацию, дисквалификацию, как мы это называем, то можно там за два-три диалога, в принципе, понять. Но в целом, из практики, ну, одного-двух-трех свиданий в принципе хватает на это. Но, опять же, есть разные мужчины, если это мужчина какой-то такой прокачанный пикапер, который мастер презентации и так далее, тогда ей нужно быть еще более, ну, нужно или больше времени, или нужны более, лучше навыки. Спасибо большое. Об этом тоже можно прочитать в вашей книге. И вы сказали пикапер, интересное слово, наверное, почти все слышали или сталкивались частично с этим, но часто ли женщины обращаются к вам с этой проблемой, которые хотят пережить вот эту странную в их жизни ситуацию, когда сталкиваются с пикаперами. И вообще, эта тема была популярна несколько лет назад, вот из-за вашего опыта. Пошла ли она на спад, или это все реальность сегодняшнего дня? Ну, знаете, все темы популярны, просто почему-то про пикаперов говорили, сейчас абьюз тема, абьюзер, абьюзер, потому что что-то еще возникнет, но когда появляются абьюзеры, значит, что пикаперы исчезают. Но если говорить про, допустим, пикаперов, то это категория мужчин, у которых нет серьезных намерений, а женщинам просто нужен секс. И они всеми способами пытаются получить секс, то есть как можно быстрее, затрачивая меньше ресурсов. Абьюзеры, например, то, что сейчас это тоже такая модная тема. Это травмированные мужчины в силу разных причин, там, воспитание, какие-то внешние условия. Часто это связано с связкой, там, сын, мать. Часто там мама что-то сделала не так. Часто, но и бывает и отец. И из-за своих травм эти мужчины, ну, допустим, человек, который… Мы все чем-то травмированы, каждый у нас в этом несовершении, но осознанные люди понимают свои травмы, и мы как-то их лечим, выздоравливаем. А абьюзер, он не осознает свои травмы, он пытается просто подстраивать людей под себя и мир под себя. Ну, соответственно, и женщина вписывает какой-то свой сценарий. И поэтому такое однополярные, получается, отношения, в которых ему окей, а ей не окей. И нормальной женщине в этом очень сложно. И, допустим, чем, опять же, наш подход отличается, что мы говорим, что, ну, может, это звучит радикально, но это из практики все то, что альфа-женщина на поломанных машинах не ездит. То есть с абьюзерами мы не учим. Вот есть вопрос такой, как строить отношения с абьюзером? Это то же самое, как ездить на поломанной машине, а зачем ездить на поломанной машине? Никак, да. Потому что, чтобы… А как его изменить? Ну, один из послатов в психологии, в нейропсихологии базовой, что он должен сам захотеть измениться. Если у него нет такого запроса, если его все устраивает, он привык, что под него подстраиваются, то его никак не изменить. Спасибо большое. И еще у нас есть вопросы зала. Последний вопрос, что ты больше всех активна. Да, все стесняются. Скажите, такой вопрос вот в браке, в отношении к браке. Какая статистика от вероисповедания? Есть вот разный подход к вере, к Богу. Есть ли это препятствие и насколько в вашей практике все-таки были гармоничные отношения, брак, союз? Смотрите, вот именно этот вопрос мы глубоко подробно не изучали. Мы другие моменты изучаем, как влияет финансовая часть и так далее. Но это касается вообще, если в отношениях есть тресланные ниточки, на которых все держится. Это ментальное, эмоциональное и физическое. Но еще есть духовное, да, тоже. Кто-то ее о ней говорит, кто-то не говорит. И религия — это про ментальную и духовную. Если люди в этой ниточке синхронизированы, то тогда отношения могут развиваться. Если какие-то возникают ссоры, то есть кто-то кого-то, если перевербует, тогда это возможно. Если же никто никуда не перевербуется, то свой-чужой срабатывает. То есть часто срабатывает свой-чужой. Допустим, как это бывает на практике, у женщин, например, часто женщина, чаще всего женщина в мужскую религию перевербуется, то, что мы видим. Или же если они не находят какого-то компромисса или какой-то не происходит перехода, тогда кто-то или терпит, или когда отношения становятся невозможно терпеть, и так уже сложно и больно, тогда люди просто расходятся. Но это принципиальный момент. Спасибо большое. Филипп, и финальный вопрос я вам хотела бы задать про ваши планы. Расскажите, пожалуйста, планируете ли вы выход новой книги, о чем она будет, если это можно уже рассказать. Да, да. Пишем сейчас книгу вторую. Издательству понравилась первая книга, и заказали вторую книгу. Она будет… То есть если первая книга, она так, в общем-то, про женщин больше, то вторая книга будет чисто про мужчин. Не будем пока говорить названия. Да, как разбираться в мужчинах. Для мужчин или про мужчин? Про мужчин. Для женщин про мужчин. Как разбираться, как не ошибиться. Потому что, помните, я говорил, что есть две основные причины, из-за чего все проблемы. Это женщина не разбирается в мужчинах, и второе, отношениями не управляет, поэтому не складываются они в ее пользу. И вот эта книга будет как раз про первую составляющую. Как разбираться в мужчинах. Есть ли у нее какое-то уже название? Есть, но пока не скажем. Нет, мне показывают из редакции. Нет, пока секрет. Спасибо большое, Филипп. Если вопросов больше нет, мы будем переходить к автограф-сессии. Давайте поблагодарим Филипа за встречу. Может, у кого-то еще есть какой-то вопрос, кто-то не задал? Финально возник вопрос такой. Секунду. Я хотела уточнить. У вас жена вообще как бы она с вами вместе всем этим занимается? Книги в мастерстве с вами пишут. У нее есть своя деятельность, она близка к моей. Мне многие спрашивают, а почему вы не показываете им жену? Я на самом деле хочу показывать, но просто ее просьба. Она говорит, слушай, мне не так, что ты все время с женщинами работаешь. У меня напряжение есть. Она не очень такая социальная, скажем так. Я такой более социальный, публичный. Мне в этом комфортно. Ее просьба, пока она к этому не показывает. Но мне хочется показывать ее. И я думаю, что время придет, и я покажу. Я же не хочу это делать. Знаете, как мужик сказал, мужик решил. Так не делать, должно быть ей комфортной и приятной ночи. Зачем это насилие? Давайте уважать желание жены нашего гостя. И еще раз поблагодарим автора за встречу. Спасибо большое, Филипп. Субтитры создавал DimaTorzok